Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Макдональдс. Вчера у нас был KFC, сегодня Макдональдс. В общем, решила подсесть на фастфуд. И просто ледяная вода, я обожаю. Пару глотков и все. Я как огурчик. Два десертика у нас наших любимых с вами. Картошка фри. Не знаю, зачем взяла. Просто у меня не хватало до бесплатной доставки, поэтому взяла. Луковые кольца, любовь к любовью. И, конечно же, любимые наггетсы. Все самое любимое из Макдональдса. И соус взяла кисло-сладкий. Открываем легким движением руки, макаем и начинаем есть. Сегодня хотела ответить на один интересный вопрос. И вообще, очень такое, знаете, здравое рассуждение моей подписчицы. Привет, Айка. Меня зовут Кристина. Мне 32 года. И поверь мне, я знаю больше твоего. Не хотела бы ли ты купить себе машину? Квартиру ты уже купила. Можешь ее сдавать и на вырученные деньги взять в кредит машину. Получится просто идеально. Будешь леди на тачке. Что ты думаешь насчет этого? Порассуждай, пожалуйста, именно в видео. Насчет козди там... Я задумывалась. Но... Я очень... Осторожный человек. Я всегда думаю... Какие-то отходники. Вы знаете, если бы я работала, например, в какой-то нефтяной организации, у меня была стабильная зарплата. Я, например, знала хоть тысячу долларов, например, да? Я получаю каждый месяц. Но моя работа... Она устроена так, что... В один месяц у тебя может быть куча заказов, куча клиентов. А в другой месяц ты просто можешь сидеть на нуле. Поэтому... Всю жизнь всегда... Я пыталась беречь свои нервы. Мне кажется, нет ничего ужасного, когда ты не можешь выплачивать кредит. Время идет. Тебе начисляют пенни. Тебе постоянно звонят из банка. Беру чисто от себя. Если бы у меня, не дай бог, была бы такая ситуация... Мне бы морально было бы очень тяжело. Естественно, если сдавать квартиру, ты получаешь хоть какие-то дивиденды, которые в дальнейшем можешь отдавать за кредит машина. Но все зависит от того, какую машину ты себе хочешь выбрать. Я не люблю рисковать абсолютно. Даже квартиру, которую я приобрела, я ее застраховала. Если что, землетрясение, наводнение, все что угодно, мне страховая компания должна выплатить. Я всегда боюсь. Мне лучше, например, купить машину через два года, когда я уже обставлю, когда я уже накоплю какую-то сумму. Чем сейчас в эти все кредиты? Сказать, что я каждый день езжу на работу и мне обязательно нужно транспортное средство, я не могу. Я работаю из дома. Я могу вообще в офис не ходить. Так очень редко туда иду. Потому что, по большому счету, когда ты работаешь на проценты, никому не надо тебя контролировать. Не хочешь работать? Не работай. Следовательно, зарплату ты тоже получишь небольшую. Вообще, сразу покупать дорогой автомобиль я не хочу. Есть два автомобиля, которые мне нравятся. Но я вчера тоже смотрела цены. Не имея ни рубля в кармане, я сижу и смотрю цены на машины. Еще плюс, у меня нет прав. Я все равно смотрю цены на автомобили. Прикиньте. Но ничего, деньги мы с вами накопим. Самое главное выбрать тачку. В общем, супер какой-то дорогой автомобиль я не хочу. Просто потому что расходов с этой машины очень много. Не только потому что ее купить надо. Купить можно и поддержанную, там недорого. Но надо еще учитывать, сколько бензина жрет. А у нас еще бензин подорожал. Поэтому такие факторы очень влияют. Мне нравятся два автомобиля. Это Chevrolet Cruze. Он стоит очень недорого. И второй вариант. Это Hyundai Sonata. Оба варианта седана. Джип я не хочу. Мне кажется, джип больше такой возрастной вариант. Для молодой девушки самая то-седан. Ну, на мой вкус. И оба варианта я рассматриваю поддержанных. Но не старше 2017 года. Максимум машина должна быть 4 лет. То есть поддержанная, это не значит, что старая. Вот эти Hyundai Sonata мне новые модели очень нравятся. Они очень красивые. Мой парень вообще говорит, зачем тебе машина, куда тебе нужно, я тебя буду отвозить и привозить. Живи для себя, кайфуй, там, не знаю, одевайся, отдыхай в разных ресторанах. Мне это, конечно, нравится, что он так говорит. Но у меня цель до 30 лет. Мне надо выйти замуж. Мне надо купить машину. И мне нужно было купить квартиру. Самая сложная это квартира. Это получилось. Осталось теперь. Плюс-минус за 2 года, думаю, машину куплю. А потом? Года через 4, может, замуж. Короче, не имея рубля в кармане, я тут сижу, рассуждаю о том, какую машину я хочу. Но ничего, помните, я раньше рассуждала про квартиру. Все мне думали, у тебя не хватает. Даже мама говорила, какая квартира, ты о чем? Ты вообще знаешь, сколько стоят квартиры? А я такой человек, я не очень люблю распространяться на тему своих финансов, даже в семье. Например, мама не знает конкретно, сколько у меня лежит на счету. Я считаю, это правильно. Подруги, парень, никто. Мама, конечно, знала, что какая-то у меня сумма есть. Даже когда мы смотрели квартиру, мама поворачивалась ко мне, такая, рядом где-то с окном. Ах, у тебя столько есть вообще? Это было очень смешно. У тебя вообще есть столько? Мы тут смотрим, выбираем, у тебя есть столько? Так что вам тоже не советую. Естественно, я получаю еще из Ютуба, но на деньги Ютуба я живу, так скажем. А все эти большие расходы, так скажем, это с моей основной работой. Я давным-давно работала в одной строительной компании, и многие думают, блин, а что, а как заработать-то там вообще? Дело в том, что они работают с процентами. Когда ты заключаешь, например, контракт с Аккордом, какими-то компаниями, которые строят ЖК, например. Как вы думаете, сколько цемента нужно этой компании? Да хрена! И ты представь, что этот цемент покупают у вас. Ты ставишь маржу 5%. Из этих 5%, 3% принадлежит компании, в которой ты работаешь, и 2% твои. 2% — это огромные суммы контракта получает продавец, и, следовательно, у него выходит хорошая зарплата. Так что... Есть плюсы, есть и минусы. Может быть, такое, что... Ну, не продала ты ничем. Никаких крупных контрактов не было. Макдональдс и картошку не очень люблю, потому что она супер тонкая, больше нравится в Киевсе. Поэтому, когда я училась в универе, где-то, наверное, на первом курсе, я так хотела машину. Потом у меня как-то перегорело. Я перестала хотеть. Но в последнее время, когда вижу за рулем Жоли, я смотрю на нее и думаю, блин, как круто водить вашу машину. Такая девушка за рулем. Смотрю, понимаю, нет. Машина нужна. Хотя бы не супер навороченная, но хоть какая-то. Чтобы машина тебя отвозила, привозила, куда тебе надо. Как я distant voyage? Да. Да. Ну, ну, вот. Продолжение следует... Вот так. Вон, ну, там, ну. Ну, давай настроена. Как и重. это очень вкусно сегодня кстати мы идем на рынок выбирать не то что обои наверное скорее всего краску потому что я в инстаграме там посоветовалась с вами многие начали писать что зачем обои обои до прошлый век либо купи обоих покрась либо просто покрась стены я так подумала поняла что вы правы действительно лучше покрасить и как раз сегодня я снимаю для вас влог мы пойдем выбирать цвет я хочу одну стену сделать супер какую-то яркую акцентированную но я во влоге об этом говорю стена где будет кровать возможно она будет какая-то синяя или голубая я бы сделала розовую но просто учитывая что там возможно будут жить квартиранты как-то розовая стена но как-то не очень по-детски что ли поэтому лучше что-то более-менее серьезное стройматериал это моя хорошая дорого стоит мы то оптом продаем а здесь перекупщики хорошенько набариваются на этом но понятное дело они тоже платят за аренду за свет их труд привезти увезти это все просто разница большая на самом деле оптом покупать и продавать проще вот например сейчас мы идем покупать стройматериала правильно была бы своя машина купили бы загрузили в машину и приехали но я хочу прежде чем получить права хочу очень долго обучаться у инструктором чтобы он при меня научил точнее женский инструктор есть у нас девушка с ними кажется комфортнее прям где-то 10-15 уроков взять у нее но это пока что просто планы посмотрим как карты лягут посмотрим как все получится это просто мысли вслух так скажем ответил на ваши вопрос и про квартиру тоже я базарила 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 потом в конце купила но здесь наверное где-то годик полтора придется подождать с машины хотя смотря какую я возьму дам но надеюсь что все получится я наелась спасибо что досмотрели это видео до конца если вы до сих пор не подписан то обязательно подписывайтесь всех люблю пока